привет друзья с вами варчик в этом видео я вам расскажу последние новости которые были в игре world of нас и что нас ждет в ближайшем будущем в этой игре я думаю что в конце этого мая и гениально сказал хотел сказать в конце этого месяца стоит ждать патч 117 а в нем внутри этого патч обновленный стальной охотник с новой картой с какими-то там изменениями вау обновленный укреп район настолько что вы даже не заметите а также как обычно новые 2d и 3d стиле чтобы вы могли хоть куда-то выкинуть свои бабки 23 мая заканчивается четвертая глава боевого пропуска по итогу которой можно получить премиумный танк с х птк шмптк птш мтк твп шмп 100 и как только это 4 глава закончится вы уже не сможете ее докупить даже за голду если хотите быстро вбросить бабки то спешите быстрее до 23 числа потом уже этот танчик вы не получите на самом деле его как обычно потом будут продавать еще раз 200 через годик через два когда вы уже немного забудете про него а еще через неделю 30 мая в принципе боевой пропуск этого сезона будет закончен а теперь внимание для любителей бесплатно нудно не весело не интересно с максимальным тупизмом пофармить серебро 23 мая для вас исключительно для вас я знаю вы любите этот режим стартует линия фронта и до 30 мая вы можете хоть там до в срачке сидеть своей нудной линии фронта фармить свое серебро которое вы будете за бой получать меньше чем в рандоме за один бой который длится в тысячу раз быстрее но это же гениально 26 мая заканчивается 9 сезон реферальной программы а вы думали 9 сезон чего ходячих мертвецов и стартует вы не поверите 10 сезон в котором изменится что правильно ничего теперь перейдем ко всяким интересным новостям до этого же было не интересно а вот сейчас будет самый сок а что самое интересное это то что с 6 мая грубо говоря официально world of tanks теперь не картошка ведь он 6 мая этот картофельный праздник перешел в руки директора листа студию и теперь наверное это не картошка а что пишите в комментариях что это теперь по слухам из китая торговый караван который был этой зимой может вернуться осенью или зимой мне кажется эту новость сделал капитан очевидность можно было даже сделать по-другому по сообщениям тайного источника с марса осенью или зимой будут выкручивать снова из игроков ресурсы как это делают каждый год как это будет называться неважно но но будет потому что было и будет я думаю что караван до работают поскольку в нем было много косяков кривизны и то что не понравилось если не доработают да пофигу и так сожрем разработчики world of tanks анонсировали новую ветку прокачиваем итальянскую пт вот это в натуре класс вообще четко снова качать веточки где половина танков просто уебище ура 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 вливать туда свободку чертежи потому что больше некуда надеюсь в этой ветке хотя бы пару танков будет норм и ветка не будет такой как тяжи итальянский но я думаю это будет смесь рина черон ты ветки с веткой т110 и 4 это будет что-то такое коллаборация какая-то но это все неважно самое главное что ветка как обычно стартанет с чего с правильно с прям танка прям танк восьмого уровня тоже пт-шка итальянская как же она будет называться гадюка только по-английски а теперь для людей которые правильно качают ветки чтобы прокачать новую итальянскую ветку пт вам понадобится 480 универсальных чертежей и 150 национальных итальянских удачной прокачки а теперь шокирующая новость для игроков steam был доступен в продаже и 25 в принципе вся новость невероятно если есть такие люди которые через steam играют в world of tanks они могут купить в клиенте игры и 25 великолепный прем танк льготный 7 уровня и и 25 стоит 2705 рублей потому что но в наборе с мусором невероятная возможность раз в четыре года выкинуть почти три косаря рублей у меня этот танчик есть уже давно его можно было получить за марафон бесплатно а теперь вы можете его купить за 2700 такое ощущение что прям танки world of tanks как золото всегда дорожают и это на фоне того что золото недавно упало в цене получается прям танки круче золото вкладывайте бабки в прям танки только аккаунты картошки ничего не стоят ну да ладно топ сотрудник варгейминг покинул стратосферу компанию wargaming он работал в картошке с 2014 года ура именно с того года и картошка покатилась в нужную сторону мне честно говоря от этой новости не холодно не жарко потому что в ней неизвестно почему хорошо это плохо неизвестно поэтому радоваться или плакать непонятно я лишь хочу только одного чтобы игрой наконец-то начали заниматься люди голодные к разработке которые хотят что-то делать игру для игроков которые играют которые живут игрой им интересно это сколько там людей пришло или ушло которые бабки выкручивают из игры мне вообще все равно мне вот интересно как для игрока когда уже вот игра начнет развиваться ну и пока марафон еще не закончился до 23 мая в рандоме наблюдаются крановые бои и на десятках этих кранов очень много поскольку что в боевой пропуск в одной из глав присутствует кран вагин вот принципе и все наслаждайтесь очередное гениальное решение от разработчиков которые убивают балансировщик который и так нежный хрупкий да и по сути убогий в режиме разведка боем мы будем тестировать три новые карты и три старые карты если с новыми картами пока не понятно что они там по геймплею да как то вот со старыми было уже более менее понятно это воздушная гавань которую я лично обожаю я за нее топлю я хочу чтобы ее уже давно еще с прошлого года добавили в рандом вместо какого-нибудь штиля это просто супер карта это обалденно это тот же самый штиль только нормального здорового человека прокачаны в тысячу раз даже стыдно немного сравнивать воздушную гавань со штилем поскольку штиль это что-то пресная фигня какая-то на фоне воздушной гавани она в миллиард раз лучше она просто чудесно я реально обожаю эту карту я хочу чтобы она была я бы ее просто всегда играл также еще дальний восток эта карта мне сначала показалось так себе пока я не увидел следующие карты в разведке боем и на фоне всех остальных карт эта карта мне зашла поскольку остальные ну такое дальний восток в принципе скрипя зубами можно поиграть там есть целая 1 плюс минус полторы позиции для тяжа на одном фланге и все больше там играть особо нечего ну и в конце боя когда карта пустоватая много пространства потому что карта тысячу на метров и уже можно там использовать все остальное но так карта конечно похуже чем воздушная гавань но на фоне остальных картофельный карт пойдет ну и карта каньон честно говоря карта спорная я надеюсь она немного изменилась в лучшую сторону поскольку она и дисбалансная было это сильно бросалось сразу в глаза и по геймплею были некие вопросики ну а новые карты и не киевка аквила и какой-то кластер таль она в принципе как и называется так она и выглядит также ну и на супер тестом какие-то карты добавляли супер тестером они практически симметричные коридорные ничего в них интересного визуально не видно зачем еще коридорные говно карты непонятно видимо в рандоме таких карт мало вот такие новости от меня пишите в комментариях нравится вам такое не нравится как вам выпуск такой сам был варч карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня пока подписывайтесь на канал пока